Привет всем! Бонжур! С вами французская деревня и я Анжела. Я не знаю, замечаете ли вы, но я вижу, что изображение сегодня очень даже неплохое и намного лучше, чем на предыдущих видео. А всё потому, что у меня новый телефон. Мы в очередной раз взяли мне новый телефон. Это уже второй мой новый телефон во Франции. И я думаю, что в ближайшие дни я вам расскажу, как я купила себе флагман Samsung за всего 50 евро, из которых 30 мне вернут ещё. А ещё во Франции много других новостей. И я быстренько вам всё расскажу, а потом я вам расскажу о том, как я хожу в центр помощи женщинам, подвергнувшимся семейному насилию, абьюзу. Итак, из последних новостей. Во Франции вышел, наконец-то, закон, который защищает петухов, лягушек, коров, колокола церковные от тех людей, которые переезжают в деревню и не понимают, что вот это всё – пение петуха, кваканье лягушек, звон колокола церковного – это и есть патремуань, как говорят французы, это и есть то ценное, что дарит нам деревня. Ну, не только это, но вот это тоже. И вот этот закон был принят. И теперь вы уже не можете пожаловаться ни на петуха соседского, который будит вас по утрам, ни на ферму соседскую, откуда идёт запах коровьего навоза, когда ветер дует с той стороны, а потому что вы заранее уже должны знать, что это деревня. Здесь квакает, гукарекает. Вау! Мы сегодня играем. Конец маскам из ткани. Всё. Вы знаете, открывали целые предприятия, мастерские целые открывали, закупались швейными машинами. Люди по домам шили эти маски, когда не хватало медицинских масок. И теперь всё. У нас объявили, что нельзя их носить, потому что они абсолютно ни к чему не годные. Ой, ещё чуть не забыла. 20 января во Франции стартовали скидки. Это зимний сезон скидок, который в этом году начался на две недели позже обычного. Скидки уже с первых дней от минус 50% до минус 70%. Но, в принципе, сказать, что в этих магазинах происходит столпотворение, я не могу. Даже сама заходила уже несколько раз. Иногда в моих прошлых видео проскальзывала тема защиты женщин от домашнего насилия. Не только женщин, но и детей. И я долго думала, стоит ли мне открываться вам до конца. Последние события, вот то, что произошло у нас тут недалеко, и вообще, что происходит во Франции, я не знаю ситуацию в других странах. Но вот это заставляет меня говорить на эту тему более открыто. Я не знаю, существуют ли в других странах центры помощи женщинам, которые попадают вот в такие сложные ситуации, в которых бьют мужья или партнеры, где партнеры или мужья являются абьюзерами, манипуляторами, нарциссами, которые, знаете, просто гнобят этих женщин, и вместе с ними и детей. Детей женщины, детей собственных детей. В связи с этими карантинными и полукарантинными мерами эта проблема очень сильно обострилась. Очень сильно. И в центрах помощи таким женщинам не хватает уже мест, чтобы этих женщин спасать. У каждого центра есть маленькие мини-отели, или часть отелей, или какие-то маленькие квартирки, куда прячут вначале этих женщин, пока разбираются там с ситуацией. Я являюсь волонтером, по-нашему, добровольцем в одном из таких центров в нашем городе. Как я туда попала? Я отправляла вначале, когда я активно искала работу, отправляла резюме везде и всюду. Отправила резюме в один из центров помощи женщинам в нашем городе. И мне пришел отказ. Потому что они принимают в центр на работу дипломированных психологов, педагогов, врачей, социальных работников. И тогда я не стала говорить, ну и ладно, раз вы такие. Отправила они еще раз письмо. Просто написала им, что если у вас есть необходимости в людях, которые могут помочь этим женщинам, то я готова участвовать в этом на добровольной основе. То есть без денег, без зарплаты, без денег. И через некоторое время меня пригласили. Мне сначала позвонили, мы пообщались по телефону. Это было такое как бы собеседование по телефону. Потом меня пригласили. Я туда сходила, мы пообщались. И мне сразу сказали, что если я хочу, то я могу вступить в ряды добровольцев, волонтеров, бенеголов. Я тогда взяла один день в неделю. Ну, вернее, не день в неделю, там несколько часов в день. А потом со временем как-то вот было и два раза в неделю я ходила, и опять ходила один раз в неделю, когда чувствовала себя не очень хорошо. Сейчас вот уже с декабря месяца я хожу туда два раза в неделю в понедельник и в среду на два, на максимум три часа. Как это происходит? Нас волонтеров просят, просят выходить. Иногда вот спрашивают, можете ли вы выйти вот завтра туда-то? Что мы делаем? Мы уже работаем с теми женщинами, которые некоторое время побыли в центре. С ними там работали психологи, социальные службы. А вот дальше, когда эти женщины выходят из этих центров, из этих гостиниц, квартирок, и уже устраиваются на собственные квартиры, вот тогда мы, добровольцы, помогаем этим женщинам на первых порах. Мы можем сидеть с детьми или гулять с детьми, пока эта женщина бегает, например, на собеседование или к врачу, или, ну, не знаю, какие-то у неё срочные дела. Или мы можем помогать женщинам перевозить вещи в квартиру, которую они сняли. Или мы можем помочь собрать какую-то мебель. Иногда бывает, женщина у нас просит просто сходить с ними куда-нибудь, например, в фиктуру или ещё куда-то. Речь идёт не о тех, которые не знают языка. Это, вообще, вы знаете, большинство этих женщин вот истинные француженки. Вот тут просто. И мы с ними ходим просто вот как моральная поддержка. И я отработала на этой неделе в понедельник два с лишним часа. Потом я отработала в среду почти два часа. То есть, ну, почти ничего. И в среду вечером мне позвонили, спросили, а могу ли я выйти ещё и в четверг хотя бы на два часа. Я согласилась. Я согласилась, хотя у меня было что-то другое запланировано. И я поехала. Эта женщина, у неё четверо детей. Она сейчас переехала вот в новую... Ну, в квартиру, которую она сняла, которую ей помогла служба эта снять. И она нуждалась в том, чтобы я посидела дома с младшим ребёнком, которому год и восемь месяцев. Потом должны были прийти старшие дети из школы пообедать. Они сами знали, где что лежит. Они бы сами пообедали, сами бы убрали за собой. Потом бы они ушли обратно в школу. А я должна была остаться с младшим, пока она ещё с одним ребёнком вернётся, потому что она была у врача, потом у психолога с этим мальчиком. Но так получилось, что она задержалась. Она мне позвонила, спросила, могу ли я побыть ещё хотя бы минут 20-30. И я услышала её голос, запыхавшийся, в общем-то как-то... Я сказала, что хорошо-хорошо, у вас есть ещё час. Ну, где-то вот ещё минут 50 я побыла там. Сейчас будешь? За это, может быть, на следующей неделе я буду выходить только один раз в неделю. Ну, а может и нет. Я не знаю, вот как происходит, когда перерабатываешь, потому что у меня так получилось в первый раз. Проблема очень-очень серьёзная. Эти случаи участились. Люди сходят с ума от того, что сидят дома, от того, что работают дома. Поэтому я тоже в декабре начала подумывать о том, чтобы найти ещё что-нибудь такое, чтобы выйти из дома ещё 2-3 раза в неделю. Потому что вот то, что я делаю, чем я занимаюсь вот в этом центре, оно не освобождает мою мысль, а наоборот, понимаете, это давит. Потому что каждый случай, каждая женщина, каждая семья – это боль. И я уже научена опытом, я стараюсь не подпускать близко и не брать близко к сердцу. Я просто стараюсь помочь, вот чем могу и как могу, но стараюсь не становиться подружкой, не идти на откровенные разговоры. В принципе, нас и предупреждали об этом, что минимум откровенности, потому что для этого есть специалисты в этом центре, для этого есть врачи-психологи. А наше дело, вот сторона, помогаешь, чем можешь, идёшь дальше. Я просто хочу попросить всех, кто видит этот маленький ролик, будьте внимательны друг к другу. Хочу сказать ещё раз женщинам, если мужчина поднял руку на вас один раз, то он поднимет руку и второй раз. Если вы будете молчать, то вас будут бить постоянно. И может быть, даже и ваших с ним общих детей побежать будут бить. Женщины не должны это терпеть. И если вам некуда идти, то ищите такой центр. Я думаю, мне кажется, что такого типа центра должны существовать в каждой стране. Ну, а если таких центров нет, то, мне кажется, их необходимо организовать, чтобы женщинам было куда обращаться, чтобы детям было куда обращаться, а не терпеть побои и унижения. Спасибо вам, что остаётесь со мной. Кто ещё не со мной, подпишитесь на мой канал. На этом канале мы говорим о многом, иногда о неожиданных вещах. Я рассказываю о Франции, но и не только о ней. И пишите комментарии. Я приглашаю вас принимать участие в дискуссии и обсуждать все темы, которых я касаюсь. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки. Если не нравится видео, ставьте дизлайк. Я очень рада и тому, и другому. Это знак внимания. А самое главное – будьте здоровыми и счастливыми. Берегите себя и берегите друг друга. До новых встреч. Орифуар. Абенту.